Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! – Особое место среди ученых-богословов в православной церкви XIX века занимает святитель Феофан Сотворник. И сегодня хочется поговорить о его сочинениях, его трудах. Наверное, стоит сначала остановиться на его личности. Кто этот человек? – Да, это один из самых замечательных русских духовных писателей, богословов и подвижников XIX века. – Святитель Феофан родился в священнической семье в 1815 году и очень рано проявил желание пойти по стопам своего отца. Стать священником, поступил в семинарию, затем в академию. Во время учебы скончались его родители и сначала мать, потом через год отец. Он принял монашество и, поскольку был человеком, очень любящим науку, склонным ей заниматься, был определен сначала инспектором, потом ректором, потом последовательно был преподавателем, инспектором, ректором нескольких семинарий. В Оланецкой семинарии он строил здание для нее. В Санкт-Петербургской академии был преподавателем и потом ректором. Правда, очень небольшое время. И был избран на святительскую кафедру. Но перед этим, прошу прощения, он побывал в Иерусалиме, в русской духовной миссии, которая тогда только была организована, но пробыл там недолго. Началась Крымская война, и русская духовная миссия покинула Святую Землю. После этого он побывал в Константинополе, в посольской церкви, где глубоко вошел тогда в проблему взаимоотношения между Вселенской Патриархией и Болгарской Церковью. И вскоре это вызвало эти отношения, привели к расколу. Пока он был за границей, он очень активно и результативно учил языки. Он выучил целый ряд языков, французский, немецкий был для него абсолютно рабочими языками, древнегреческий, латынь. Немножко, пока был в Палестине, пытался изучить иврит. И человек, он был книжный, очень любил книги, он собрал огромную библиотеку. Его призвали к архиерейскому служению. Он сначала был тамбовским и шацким архиереем, потом владимирским. Но его любовь к, с одной стороны, научным занятиям, а с другой стороны, к подвижнической жизни, аскетической, он не хотел, будучи архиереем, перестать быть монахом. Потому что административные обязанности архиерея, они тогда были еще больше, чем сегодня. Они его тяготили. Он несколько раз высказывал желание уйти в затвор. Ну, как бы так, не в затвор, а просто уйти на покой. И это желание через какое-то время было исполнено. И он ушел, его назначили настоятелем, наместником монастыря Вышинской пустыни. И буквально через три месяца он попросился и от настоятельства тоже, чтобы его освободили. Ему дали там небольшой флигелек, и в этом флигеле он прожил всю оставшуюся жизнь. Сначала он просто жил там один, ну, ходил, гулял как-то еще, ходил на службы. Потом начал постепенно уходить в затвор. Сначала пробыл в затворе пост, потом после поста, после Пасхи еще какое-то время, потом еще постепенно поселился в затворе. И там оборудовал себе небольшую церковь, в которой служил достаточно часто. Последние несколько лет до смерти каждый день служил в литургию. Много читал, много писал. Он очень плодовитый духовный писатель. У него есть замечательная аскетическая литература, научные труды и толкование на священное писание. Но, наверное, самое его большое деяние в области книгоиздания, филологии – это составление нового русского добротолюбия. Добротолюбие называется сборник, своего рода хрестоматия святоотеческих аскетических текстов. Из разного рода отечников, цветников и прочих таких сборников древних он провел огромную составительскую работу. И поэтому русское добротолюбие свидетеля Феофана едва ли не самое полное. Их много таких сборников. В Румынии свое добротолюбие. У греков, филоколия, так оно называется. У нас было добротолюбие на славянском языке, составленное в Няминском монастыре, на территории Румынии сегодняшней, преподобным Паисием Величковским. Оно несколько меньше, чем то, которое составил Феофан Затворник. И оно на славянском языке, а святитель Феофан его составил на уже современном, ему современном русском языке. Он очень много людей сначала кормлял, которые приходили пользоваться его советами. Потом, когда ушел в Затвор, он стал получать письма. По 40-50 писем в день. И до самой смерти он отвечал на каждое письмо. Он ни одного письма не оставил неотвеченным. Его письма – это целое такое сокровище. Я в свое время прочитал их, и они меня необыкновенно вдохновили. Это очень интересное чтение. Надо сказать, что святитель Феофан, как автор, необыкновенно современен. Он крайне прост. У него нет ни тени экзальтированности какой-то и каких-то таких фантазий превыспоренных. Он ироничен в хорошем смысле этого слова. И очень серьезен и говорит со властью тогда, когда это необходимо человеку. Его письма любые, с любого начинают читать, очень интересно и очень полезно. Отдельные письма его выходили сборниками при его жизни. Вот у него есть такой сборничек, очень известный и очень популярный. Он называется «Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться». Необыкновенно ясный, прозрачный, четкий, очень простой и в то же время доходчивый путь пошаговый, как жить духовной жизнью и как вообще стать христианином. Причем интересно в нем одинаковое внимание и к внутренней духовной составляющей, и к внешней составляющей. Я помню, когда я был еще юношей, мне очень понравилось одно место в его книге. Он пишет, это в виде писем к корреспонденту, он пишет о том, что необходимо все время быть собранным. Быть собранным в мыслях, в чувствах, не позволять себе рассеиваться. Потому что он был человеком очень собранным, потому что сделать столько, сколько сделал он за короткую жизнь, это невозможно, если не быть собранным, если просто расслабиться и жить, как живет большинство из нас. И он учил этой собранности. И вот мне очень понравилось, что он даже говорит о внешней такой вещи. Вот ты один, и ты сидишь. Как сидит человек один, развалившись? Развалившись, вот так как-то ослаблено. Соберись, сядь ровно. Сядь так, как будто бы ты в присутствии находишься каких-то важных очень людей. Вот сиди вот так вот, не разбрасывай руки, не клади ногу на ногу. И ты увидишь, что тебе сразу захочется что-то делать хорошее. Вот такая вот связь между внутренним и внешним в человеке, когда внешнее ставится на службу внутреннему деланию. Это очень характерно для него. Ну, любое произведение свидетелей Феофана очень полезно и очень, мне кажется, должно быть близко современному человеку. Я предлагаю остановиться на его изречениях. Да, он пишет просто понятно. Но есть кое-что, что для современного человека непонятно. Требует объяснения, да? Да, требует объяснения. Вот, например. Просвещение действует как соль, когда оно исполнено начал элементов учения Господня, когда само состоит в ученичестве у Господа. А коль скоро оно отступает от этого направления и вместо уроков Господних усваивает себя чуждые учения, тогда оно обуевает само и становится непотребным. Само заражается гнилостью заблуждения и лжи и начинает уже действовать не целительно, а заразительно. Что означает? Ну, это знаменитое евангельское выражение «соль». Если соль обуяет по-славянски, то испортится, перестанет быть соленой, то зачем она нужна? Она уже не предохраняет того, что ею солят. То есть, имеется в виду способность соли сохранить в целости то, что ей просолено. И про обучение, если обучение или просвещение… Просвещение действует как соль, да. Если оно исполнено евангельского духа и оно имеет цель воспитания и просвещение в духе Евангелия, в духе заповеди Божьего, то оно выполняет эту роль, оно предохраняет от гнилости, от разложения. А если оно само заражается вот этими всякими миазмами, которые вокруг, да, и вместо того, чтобы предохранять, оно учит людей плохому, то, конечно, оно уже перестает быть солью. Ну, это очень такой, по-моему, жизненный пример. Мы с вами это видим в уши рядом, да. Не говорите «не могу» – это слово не христианское. Христианское слово «вся могу», но не сам по себе, а об укрепляющем нас Господе. Поясните, да. Да, вот он был таким человеком, он говорит «не говори, не могу». То есть, христианское слово «все могу», но «о укрепляющем я Иисусе». Тоже выражение такое святоотеческое, что все, что может человек делать, он может делать только потому, что его укрепляет Господь. Но ни в коем случае он говорит «не говори, я это не могу», вот это у меня не получается, вот это вот. Вот это все, все это нытье, к которому мы привыкли, он был категорически против него. Враг обычно подбегает и твердит «не спуская, иначе заклюют». Врет он. Лучшее охранение от заклевания – смиренная уступчивость. То есть, врагу надо уступить? Ну, имеется в виду не то чтобы врагу, а человек, который тебя чем-то осуждает, клевещет или что-то ругает тебя каким-то образом. Враг говорит «ответь как следует», и начинается вот «ты ответил, он тебе еще сказал, ты еще сказал». Ну, вот это бесконечное вид. Для того, чтобы окончить это, даже чтобы не начиналось, ну, просто промолчи и все. Для этого нужно иметь некое такое устроение, чтобы не возмущаться, не распаляться, когда тебе что-то, говорят, несправедливое. Когда человек всячески пытается тут же себя как-то защитить, оправдать и прочее. Это как минимум неплодотворно. С веселыми не знакомьтесь, а с богобоязненными. Почему не надо знакомиться с веселыми? Ну, он говорит человеку, тут видите, это из писем. Это надо все в контексте видеть, да? То есть, ну, это истина такая достаточно простая и понятная каждому. Весельчаки и люди, которые много смеются, они, ну, с ними не очень полезно для самого себя постоянно общаться. Богобоязненные – это люди, которые могут дать хороший пример. Они боятся Бога, и они стараются жить правильно, так, как нужно, так, как Бог велит. А весельчаки – это просто люди, которым все весело по жизни идут, смеются. Вот он кому-то советует, чтобы она или он не знакомились с весельчаками, предпочитали бы знакомиться с людьми богобоязненными. – Я всегда твержу матерям заботливым о чадах. Вы причастницы мученического подвига. Ждите и венца такого. Что он имел в виду? – Он имеет в виду, что родители, матери, заботящиеся о своих детях, постоянно думающие, постоянно старающиеся что-то, они как несут подвиг, равный подвигу мучеников. Не потому, что это мучительно, а потому, что это высоко, потому, что это очень велико перед Богом. – Очень много зла от мысли, что смерть за горами. Извольте приблизить ее и помните, что ей из-за гор ничего не стоит проскочить. Каким образом приблизить смерть и зачем? – Приблизить смерть – это значит помнить о ней, не отгонять мысли о смерти от себя как можно дальше. Мы все привыкли к этому. Мы не думаем о смерти, даже если начнешь говорить, что вы, что вы, что вы, не надо, не надо, не говорите. А на самом деле это такая общечеловеческая мудрость. – Помни о смерти, – говорили древние римляне. – Помни последняя твоя, и вовек не согрешишь, – говорили святые. Потому, что память о смерти дает человеку некое правильное ориентирование в пространстве. Это где я, кто я, что я, насколько конечна все мои старания, моя суета. И что главное, что важное. Потому, что когда человек просто суетится и не думает о своих, так сказать, конечных результатах этой суеты, то он рискует просто в этой суете даже не заметить, как он помрет. Вот она из-за горы так раз и выскочила, и все. Человек шел, шел и упал. Или сидел, сидел и умер. Поэтому помнить о ней для того, чтобы вот этой суете не дать себя поглотить окончательно. Поднимать, что кроме суеты есть какие-то более важные в жизни цели, задачи. И вообще человек родился не для того, чтобы на пустяки потратить всю свою жизнь. Он создан для большего. Везде можно спастись и везде погибнуть. Первый ангел между ангелами погиб. Апостол между апостолами в присутствии самого Господа погиб. Разбойник и на кресте спасся. Как понять? Да, иногда люди начинают думать, что вот есть какие-то особые места, где вот все, посадим, все по-другому. И вот то, что у них все плохо, это потому, что они не в этом месте. Вот я вот поеду, я вот туда, допустим, и вот там все у меня, все начнется новая жизнь, все исправится. А что там, где нас нет, да? Да, совершенно верно. А ничего не начнется, ничего не исправится. Потому что ты самого себя привезешь туда же, в это новое место. И какое вот то у тебя внутри есть, то и будет дальше. Вот, поэтому место ни в коем случае, и какие-то особые условия без усилия человека, человека не спасут и не сделают с ним чего-то доброго. Вот у Болгарии есть такая поговорка, очень похожая, что, я скажу по-русски, и в Божий гроб да его опустишь, а все равно, говорит, толку не будет никакого. Вот, то есть, самое святое место, да, храм гроба Господня в Иерусалиме, Божий гроб по-болгарски. Вот, так и здесь, Деница, Сатана, был верховным ангелом, пал. Иуда был апостолом, пал, стал предателем. Вот, разбойник на кресте исповедовал Христа и сказал, помяни нас Господи, когда придешь и во царстве ты, и спасся. Вот, как бы, такие крайности человеческой природы. Вообще, вот, примеров того, что происходит с нами. Да, можно быть апостолом и стать предателем, можно быть верховным ангелом и пасти, стать предателем, а можно быть разбойником и спастись, можно быть Марией Египетской и спастись. Мы говорили с вами об этой подвижнице. Вот, вот это имел в виду Средитель Феофан. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Субтитры создавал DimaTorzok